Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» и с вами я, ведущая Мария Бодрова. Сегодня мы начинаем новый рабочий год. Расскажу, почему судебные приставы имеют право снять вас с поезда, кто может мрачить ваш выезд за границу и где и как можно проверить свои долги. Разберемся по буквам. Эти люди в зеленом могут встать между вами и вашим отдыхом, причем совсем не по своей инициативе. Судебные приставы решили бить по уязвимым местам неплатильщиков. Раньше сотрудники ведомства могли запросто снять с поезда даже за штраф в несколько копеек. Сначала сумму увеличили до 5000 рублей, сейчас до 10. То есть, если ваш долг превышает эту сумму, надейтесь на случай. Уедете, если повезет. В 2014 году около 15 тысяч граждан, жителей Самарской области, были лишены права пересекать нашу границу. Осознав ответственность за неуполнение судебных решений, погасили задолженность на сумму более 150 миллионов рублей. Если неприятность произошла, то штраф, конечно, можно погасить на месте, то есть в аэропорту или на вокзале. Но сам факт, имеющаяся задолженность в рамках исполнительного производства не может расцениваться как действие, после которого должник сразу же может покинуть страну. Информация о зачислении денежных средств станет всего лишь основанием для принятия процессуального решения об окончании исполнительного производства. Сегодня процесс отмены временного ограничения на выезд должника составляет до 10 дней. Будет увеличено количество должников, подпадающих под категорию, которым будет вынесен запрет на покидание России, с целью погашения задолженности по судебным решениям. Бывают случаи полного совпадения данных должника и человека, имеющего долг. Но это уникальный случай. За последние несколько лет служба зафиксирован только один. И он был благополучно разрешен. Гражданин с данными полностью совпадающими с данными должника своевременно выехал, куда собирался. Если такой прецедент все-таки возникнет, нужно заявить об этом пограничнику, который обязан разобраться в ситуации. Причина долгозначения не имеет. Это запросто может быть забытый вами неоплаченный штраф по линии госавтоинспекции. В 2014 году из более чем миллиона исполнительных производств около 300 тысяч как раз приходилось на эту категорию. Неуплата административного штрафа. Срок, предусмотренный законодательством, может принести кучу проблем. К долгу добавляется наложение на него еще одного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного ранее штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток. Но и это еще не все. Должнику в суде могут назначить обязательные работы до 50 часов. Это касается в том числе и должников по алиментам. Более 2 миллионов, практически 2,5 миллиона рублей, которые получили предновогодние праздники дети, оставшиеся без попечительства родителей. То есть эта сумма была взыскана судебными приставами с должников. Если речь идет о долге по штрафу, то способов оплаты много. Можно оплатить непосредственно через судебного пристава исполнителя. Он выдаст вам квитанцию. Второй способ – через банк посредством платежных терминалов. Или через банк данных исполнительных производств с помощью платежных систем. Также со счета своего мобильного телефона. Самый быстрый способ узнать о долгах – это дойти на сайт ведомства. В банке данных исполнительных производств можно узнать номер исполнительного производства, дату его возбуждения, а также контактную информацию судебного пристава исполнителя. Также для удобства доступа разработаны мобильные приложения для мобильных операционных систем Android, iOS и Windows Phone. Приложения можно найти и установить на системах мобильных устройств посредством магазинов приложений. Узнать, является ли он задолженником по каким-либо исполнительным производствам, погасить через интернет свою задолженность, узнать, являются ли задолженниками его родные и близкие, сообщить им об этом. Потому что не нужно ждать, когда к вам придут домой люди в черном, судебные приставы исполнителя. Это никому не приятно. Поэтому надо использовать этот сервис. Еще раз говорю, банк данных исполнительных производств, находящийся на сайте нашего управления. Он предоставляет всю информацию в открытом доступе любому гражданину Российской Федерации, в данном случае Самарской области. Для пользователей социальных сетей также разработаны приложения, дающие прямой доступ к банку данных исполнительных производств. Пользователи также могут подписаться на мониторинг задолженностей. У пользования социальными сетями есть и свои минусы. Через эти же сети сотрудники ведомства разыскивают должников. Не забывайте проверять свои долги. Это дело 5 минут, но поможет вам избавиться от множества проблем. Если у вас возникли вопросы, то пишите и звоните нам. До встречи в программе «Азбука потребителя». До встречи в программе «Азбука потребителя». Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!